ну как ваши дела серьезный ролик нас сегодня ожидает потому что мы поговорим про то как выжить в корейских джунглях ну и несет не настолько серьезно вопрос про экосистему samsung вышла серия но 20 вместе с ней еще куча гаджетов и в целом мы можем поселиться теперь вот между ними потому что это наконец-то супер достойные наушники от samsung это наконец-то планшет на android который ну наверное может заменить ноутбук на windows и наконец это связь ноутбук на windows или пока потому что samsung с microsoft очень плотно поработали естественно хотелось вас как-то удивить потому что обзоров galaxy на 20 ультра у вас будет ленте 600 штук и кто-то скажет что это супер дорогой супер красивый действительно достойный аппарат кто-то вновь поругает exynos и какие-то проблемы процессора действительно были то с обновлением one ui 2.5 действительно порешали просто посмотрите на замедленную съемку 120 кадров в секунду насколько эта система плавно работает поэтому сегодня я exynos даже касаться не буду в общем экосистема samsung вот эти гаджеты слева направо и на самом деле прикольно было провести две недели без боли и страданий между этими гаджетами если вас интересуют технические подробности новых galaxy buds live samsung galaxy но 20 ультра часов galaxy watch 3 и планшета tab с 7 и 7 plus у нас был первый взгляд на эти устройства ссылочка на него будет в описании можете посмотреть а вот сегодня мы поговорим больше про фишки устройств каждого из этих потому что какие-то базовые вещи как пользоваться стилусом на ноуте вы знаете потому что из года в год об этом я рассказываю в том числе меня больше всего на самом деле интересует как samsung сделала связку с устройствами на windows меня для этого даже имеется специальный ноутбучик сегодня мы посмотрим на это внимательно но начнем мы все равно с телефона тоже как ни крути это центральная часть нашей жизни и ноут 20 ультра стал главным анонсом на мероприятии on pack 2020 наверное после galaxy z fall 2 на который уж очень хочется посмотреть но пока его в продаже нет первый ноут представили еще в 2011 году давненько это было и корейская компания своим традициям не изменяет у данного телефону данной серии были конкуренты но до сих пор нет ни одного флагмана со стилусом как у samsung и sp ну скорее нет чем да но если бы samsung отказались вот от этой штуки то и в принципе тогда смысл в серии теряется каждый год его модернизируют в этот раз отклик стал еще быстрее потому что было 42 миллисекунды стало 9 миллисекунд и по сути пишешь как на бумаге то есть не заметите вы насколько отстает стилус вообще никак сразу и снова достаем стилус если экран у нас выключен и в режиме always on можем себе создавать кит заметки вот так сразу нарисовал обратно стилус засунул она сохранилась в приложении или например такой сценарий сидите вы на лекции включили приложение заметки здесь запустили запись голоса такое понятное дело у многих есть но когда вы например что-то слушаете и важно какая-нибудь вещь вы так записали так вот здесь это надо запомнить ты начерковал что-то в телефоне после того как ты переслушиваешь заметку у тебя именно в эту секунду появляются записи такая тема удобно в том числе для студентов но и например журналистам тоже хорошо то что чем сидишь записываешь и делаешь все пометочки ну и третья фишка стилуса это удаленное управление тоже с помощью него можно спускать затвор камеры можно приближать фотографии можно листать слайды в powerpoint можно запускать секундомер можно даже браузером управлять и называется это дело и не уэ экшенс про экран быстро он естественно супер качественные разрешения wqhd плюс понятное дело 120 герц называется он дайнэмик amoled 2x кстати по поводу частоты экрана во первых здесь 120 герц только на full hd и дело не в процессоре дело в строении экрана и если у нас galaxy s 20 было четыре режима работы это 48 60 90 либо 120 герц то вот здесь динамическая работа если статичная картинка у нас от 1 до 11 герц если видео 30 60 а если игры от 48 до 120 герц ну соответственно по менюшке мы тоже лазим на 120 герц поэтому все супер плавно для чего так сделано понятное дело для экономии заряда батарейка здесь чуть меньше чем galaxy s 20 ультра здесь она четыре с половиной тысячи миллиампер часов естественно есть быстрая зарядка power delivery при этом в комплекте адаптер на 25 ватт тоже быстрый и беспроводная зарядка на 15 ватт про защитное стекло я думаю вы в курсе это gorilla glass victus или gorilla glass 7 в котором улучшили защиту от падений и от царапины кстати завода есть пленочка на экране причем она у нас с олеофобкой то есть неплохая а теперь возвращаемся главной теме ролика к экосистеме и без чего экосистема невозможно без синхронизации в приложениях например начнем помаленьку samsung но это приложение заметок которая синхронизируется между всеми устройствами компаниями это логично но теперь еще one note от microsoft тоже работает чтобы вы могли просто свои заметки иметь на компьютере windows это хорошо как все это работает я пишу заметочку на своем телефоне делаю записи какие-то картинки прикрепляю после этого открываю приложение samsung ноут в планшете galaxy taba 7 подрубаю готовить хочу все она здесь есть она работает то же самое своя ноут также она синхронизируется и кстати теперь заметки можно делать в pdf файлах на картинках и даже в тексте вообще по идее если вот допустим ты какой-нибудь я не знаю рекламный директор забыл подготовиться какой-нибудь презентации пока в такси до работы едешь накидал себе не знаю красивых слайдов в телефоне после этого сделал pdf презентацию переместил ее word или в powerpoint и все пожалуйста готова креатив ну только надо уметь хорошо рисовать и почерк хороший иметь это все не про меня и раз я про винду сказал популярнейшая операционная система настольная android популярнейшая в телефонах наконец-то додумались компании посотрудничать с microsoft первыми сделали samsung это право ноут я уже сказал тем не менее еще синхронизируется через аккаунт samsung записи за outlook напоминание из to do и teams но если заметки это для людей которые тут реально календаре ведут такая все равно специфическая область хотя заметки тоже пишу но вот календаря особо сильно не ведут главным обновлением по крайней мере лично для меня стала возможность работы android приложений windows и пока что это доступно только на устройствах samsung но тем не менее мы можем windows запускать тот же instagram какие-нибудь я не знаю яндекс такси можно даже мобильный chrome поставить использовать браузер на windows а также будет работать в многозадачности согласитесь очень круто и все это дело поддерживается через приложение ваш телефон вот прям благодать ждем когда на остальных устройствах такое тоже появится вспомним еще про samsung dex технологию которая превращает ваш телефон и по сути планшет некое подобие компьютера за пару лет прокачали все это дело очень лихо во первых но на планшете понятное дело это работает если мы к тому же tab s7 подключаем клавиатуру у нас моментально включается режим dex мышка работает все в окнах работает красиво также все это дело у нас работало через переходники но теперь новая веха в истории dex можно подрубать телефон по вай-фай например к тому же телевизору можно подключить клавиатуру мышь и использовать меня телек samsung вот сейчас нет чтобы это показать но тем не менее и я так понимаю что есть у нас появится мониторы своих samsung к намек то можно будет просто поднести телефон к монитору и у тебя пожалуйста полноценно не полноценно ладно но такой более-менее приземленный пока где можно спокойно попечатать посидеть в окошечках попередвигать браузер и так далее то есть на планшете это выглядит вот так и ровно также это выглядит например на телевизоре и уж очень ждем такое на мониторах теперь и пока вы все это перевариваете хочу вам рассказать еще про камеру galaxy на 20 ultra прям очень кратко в этот раз никакого стократного зума теперь максимум 50-кратный из того что я заметил добавили ночной режим практически ну вот во все что можно то есть хочешь зумом фотка с ночным хочешь на широкий угол и так далее я не фанат зума скажу честно но тем не менее возможность приятная фотографирует телефон тоже очень хорошо причем во всех режимах и в том числе широкий угол у него прекрасный а вот если мы говорим про запись видео то есть приятного здесь добавили профессиональную запись это когда-то выбираешь iso контраст можно отключить какой-то из микрофонов оставить только один или включить все чтобы у тебя запись звука шла либо включить запись звука через galaxy buds live тоже прикольная вещь и вот это хорошая тема потому что на других устройствах я этого не видел а иногда нужно так как ты в наушниках сидишь откуда у тебя звук записывается хрен пойми то ли с микрофона телефона то ли с наушников здесь кто-то додумался это сделать можно теперь выбрать мое почтение и до galaxy buds life это для примера вообще можно через любые bluetooth устройства писать звук и видеть через чем пишется и как раз про наушники поговорим потому что в этот раз у samsung получилось сделать очень хорошо не буду долго рассказывать нужно все-таки еще потестировать почитайте потом обзор на сайте но из того что вот прям супер ну понятное дело что наушники маленькие помещаются в карман джинс это для меня уж извините важнейшая тема здесь type-c здесь беспроводная зарядка здесь диод снаружи и наконец форма в виде бобов и вот это на удивление очень удобная вещь потому что когда ты вставляешь такой наушник в ухо его просто в ухе не видно и он тебе никак не мешает а значит в таких наушниках можно спать вот таким образом все дело выглядит в ушах повторяет анатомия ухо я уверен что не всем подойдет поэтому нужно по-любому ходить проверять мне подходит целом да неплохо сидят сразу по звуку здесь басы с почтением однозначно и наушники очень громкие ну понятное дело есть активное шумоподавление из фишек вот так открываем кисть смотрим на телефоне у нас есть быстрое подключение тема не новая но теперь вот эти наушники поддерживают swift pair для windows то есть мы открываем также кейс у компьютера с windows который есть bluetooth пожалуйста тоже всплывает окошко можно подрубиться в настройке лезть не нужно но правда опять же работает только в новых сборках так что ждем обновлений но игровой режим также через dex подрубили телефон к телевизору включили асфальт какой-нибудь и без задержки звука играем с телека я тоже это не тестировал но по крайней мере с телефона все работает супер кстати есть бесшовное переключение между устройствами galaxy то есть это на планшете смотришь фильмах у тебя наушники в ушах звонят в телефон пожалуйста наушники переключились с винду и пока что придется делать это вручную но я думаю что с апдейтами могут все дело допилить вот 4 теперь у меня такая маленькая версия в цвет как раз galaxy note 20 только есть чехол снять я же вам не показал этот замечательный бронзовый цвет вот телефон нужно брать в таком я думаю часы скорее вот эти для женщин если ты дядя то нужно брать наверное версию 45 миллиметров про технические характеристики рассказывать не буду опять же есть первый взгляд можете там посмотреть меня интересует элемент экосистемы он тут хоть и небольшой но присутствует вы помните то что у нас вот такое колесико есть можно треки переключать на телефоне но также можно переключать слайды в том же powerpoint например как вот со стилуса так и часов а еще есть прикольного если вам звонят вы вот так кулачок сжимаете часы это понимают и ответ на звонок происходит либо если будильник на смартфоне играет вот так рукой потрясли будильник выключается вот это клёво спишь такой потряс рукой будильник выключился теперь еще одна интересная история ради которой можно в принципе ролик отдельно было снимать потому что вот давайте вспоминать android как мы передавали файлы последние 10 лет либо по кабелю либо по bluetooth либо метод nfc более-менее рабочий был samsung а если быть точнее google наконец-то додумались сделать потрясающий обмен файлами я бы даже так сказал но он называется обмен с окружением мне для этого нужен как раз галакси на 20 ультра этапа 7 вот смотрите что я делаю у меня есть фотография я нажимаю передать фотку нажимаю на обмен с окружением выбираю здесь планшет просто так жму и соответственно с фотография тупо передается на планшет жму принять пожалуйста вот у нас принимается причем очень быстро ну понятное дело что не usb 3.0 но вот все фоточка есть через приложение google фото его спокойно открываем разрешите разрешить все просто я так понимаю вот эта технология которая называется не а большая будет работать на новых самсунга где есть вам я и 2.5 а также на всех android устройствах с версии 60 и выше достаточно подождать обновления а сейчас мы поговорим как раз про galaxy tab с 7 я честно за рынком планшетов на android вообще никак не слежу но если это не самый навороченный планшет то наверняка один из самых навороченных потому что здесь во первых 120 герц здесь у нас подключаемая клавиатура с трекпадом пожалуйста и процессор snapdragon 865 плюс понятное дело есть варил с декс и в режиме декса можно несколько окон запускать по сути сколько угодно можно менять их размер можно сделать на весь экран есть на клавиатуру отсоединяешь что можно одновременно запускать три приложения на весь экран есть также функция pr которая запоминает два самых часто используемых приложения для быстрого запуска стилус у него уже в комплекте он также складывается вот сюда под чехол и вот эта ножка это конечно супер удобная вещь я не понимаю почему вообще все производители планшетов не делают подобную штуку потому что ну в первую очередь нужно именно вот это делать клавиатура не всем нужно согласен ее можно вот так убрать но вот ты поставил себе смотрелку и спокойно смотришь сидишь все что про microsoft говорил также актуально для планшета и помимо этого в него уже предустановлены три приложения для дизайна clip studio paint для художников ноутшелф цифровая записная книжка и канва для создания постов для соц сетей и в целом про tabo 7 можно сказать что это устройство ну наверное больше для бизнеса для художников тоже подойдет потому что она не дешевая в любом случае ну естественно супер мощная для любых игр потому что 865 snapdragon еще и плюсовой версии но это хорошо хорошо что есть у него вот такая подставка такой чехол стилус в общем полноценный такой ноутбук скажем так на android с возможностью работать в режиме dex небольшой итог по всему вышесказанному флагман но 20 ультра и tabo 7 с продвинутыми цифровыми книжками кстати я вам не сказал что рукописный ввод на этом телефоне на планшете у нас преобразуется в текст тоже очень удобно все это синхронизируется с microsoft еще раз повторяюсь эти же девайсы ну наверное полноценными пока не являются но являются некой альтернативой достаточно иметь телевизор smart tv чтобы подрубить по вайфаю и пользоваться клавиатурой мышкой чем угодно запускать приложение на весь экран если у вас ноутбук или пока на windows вы сможете запускать приложение на них потому что скоро придет обновление на десятку и можно будет использовать но опять же только в паре с устройствами samsung быстрая передача файлов это вот самое важное заметное обновление лично для меня нир бишер прям хорошо и наконец новые galaxy watch 3 а также bats life которые также являются частью экосистемы поддерживают быстрое подключение и это я еще не говорил про smart things потому что samsung делает устройство разного типа холодильники и телевизор и пылесос и это тоже все работает с телефоном но если еще проект час говорить ну во первых мы снимать это задолбаемся во вторых ролик будет супер длинным а так наверное все потом рассказал как экосистема работает как в ней можно жить и согласитесь прикольная вещь если вы например активный пользователь windows и android то вот это сейчас самый продвинутый вариант такая история